Хей-хей! Приветствую вновь вас на своем канале. Для тех, кто еще не знаком, меня зовут Ирина. И традиционно уже много лет подряд каждый каталог я делаю обзор своего заказика и подготовила вам не только то, что я люблю, что мне нравится, то, чем я пользовалась. В общем, самой вкусности этого каталога у меня даже была идея сделать топ-10 по рейтингу самых любимых моих продуктов этого каталога. Я даже делала закладочки, но я не могу их расставить по рейтингу, потому что каждый продукт я люблю по-своему и нельзя выделять, какой из них главный, потому что наш образ складывается из совокупности каких-то продуктов, эффекта, которые мы получаем. Также я вам немножечко расскажу о новиночках, которые будут в следующем каталоге. Я уже их попробовала, протестировала, и кто за мной смотрит в Инстаграм, уже знает, что были съемки следующего каталога. Это были съемки в Москве, но я думаю, что чуть попозже подробнее расскажу, когда непосредственно выйдет видео, как оно снималось за кулисье. Это часть заказа, потому что у меня есть еще аксессуары, браслет, колечко, ожерелье, которое надето на мне. Вот так вот оно выглядит. Формат будет такой, что мы будем листать постранично, и я буду показывать все мои любимые продукты, которые с скидкой в этом каталоге, которые я себе приобрела, на которые рекомендую обратить внимание. И первое, с чего мы начинаем, запуск новой или обновленной помады Power Shine. Это помада с эффектом сияния. Да, она у нас была уже, не знаю, лет 9, наверное, точно назад запускалась. Было модно такие яркие, сияющие, нет, сияющие губы, да, вот такой вот блеск эпоха. Какой-то, помню, бум, я не знаю даже, сколько у меня было помад, но потом пришла мода-тренд на матовые помады, и все. Эти помады у меня лежали. Отодвинула, отодвинула на задний план. Я приобрела себе пробники. Самый частый вопрос, что это за коробочка, это коробочка теней, которая никогда у вас не закроется, если вы будете класть туда пробники. Но мне удобно на, скажем так, на неделю где-то вот так вот делать сюда подборку помад, которые я хочу нанести, попробовать протестировать, потому что я девушка, девушка бьюти-маячка. Мне нравится экспериментировать, мне нравится утром, чтобы у меня был один оттенок помады, в обед другой. И в то же время у меня есть самые любимые оттенки помад, которые я всегда с собой ношу в косметичке, когда крашу, это самые выигрышные. Но в то же время мне что-то хочется новое проэкспериментировать. Эта помада однозначно не будет моей любимкой, фаворитом, потому что я больше предпочитаю матовые помады, текстуры. Почему? Потому что я всегда делаю акцент на глазах, мне нравится экспериментировать тени, разные оттенки. И эксперимент я делаю на глазах, поэтому губы я стараюсь делать нюдовыми, матовыми, натуральными. Но это не означает, что эта помада не подойдет другим людям. И самый оттенок, который подойдет всем, он называется розовое шампанское. Компания Reflame мне прислала его в качестве официального обозревателя. И этот оттенок не зря, компания выбирает оттенок так, чтобы он подошел всем. Ну и для того, чтобы вы сориентировались под цветовыками, я делаю свочи этих помад. Мы с вами посмотрим их на руках. Первый оттенок ослепительный беж, персиковый сорбе, розовое шампанское, свежий клевер, вишневый леденец. Один из самых ярких, интересных ягодный коктейль и искристый винный. Как выглядят помады при искусственном освещении на лампе? Как вам оттеночки? Какой больше всего понравился? Напишите внизу. Следующая новинка – это туалетная вода. Называется она Даратушай. Сияй как звезда. Почему назвать такой аромат? Потому что он яркий, искристый. Основные компоненты – это зеленая груша, ваниль и цветок тиаре, которые мы можем встретить в разных коллекциях, модных трендов. То, что чаще всего покупают. Ну, скажем такой, если мы возьмем аромат тоже в этом направлении, теплый, мягкий, ванильно-грушевый, такой вот, но изысканный, дорогой, шикарный, шлейфовый, для меня это Тубероза. Вот этот аромат, он реально очень крутой, очень крутой. Мне он безумно нравится, особенности, как он потом раскрывается. Он многосложный, многогранный, неповторимый, реально очень-очень крутой. Вседневный такой вот девчачий аромат – это благородный, дорогой, шикарный, шлейфовый. Ну и, конечно, цена, сейчас этот аромат стоит 699 рублей со скидкой, а этот аромат стоит со скидкой 1369 рублей, полная стоимость аромата 2800. Основной компонент – это утонченная Тубероза Королева Ночи. Очень шикарный аромат, и каждый раз, когда на него смотрю, думаю, все-все-все, сейчас будет скидка, я обязательно его закажу. Этот аромат можно звать классическим базовым ароматом, которые могут стать вашими любимыми. Этот аромат хочется наносить, использовать долгое время, как базовую коллекцию. Но спасибо компании Арифлэм, которая реально меня снабжает ароматами. Практически каждый каталог запускается какая-то новиночка, поэтому у меня стоит траншея ароматов, и мне хочется вжиться в новый образ, посмотреть, как он на мне, протестировать в течение пару недель, насколько он гармоничен с моим образом. Или он гармонично сочетается с тем настроением, с той харизмой, с тем, что у меня происходит. Но опять же-таки это моя жизнь, у каждого она своя, и каждый выбирает свой аромат, у каждого свое настроение. У кого-то весна, например, как у нас в Краснодаре, давным-давно, а у кого-то еще зима, и хочется что-то теплого, согревающего. Следующая страничка – это супер-пупер-пупер продукт. Легендарная тушь 5 в 1. Я даже не знаю, сколько миллионов в штуках было продано. Классическая кисточка. Это такой вот беспроигрышный вариант, когда вы кому-то можете подарить, и все говорят, ау-вау, я люблю эту тушь Арифлэм. Потому что, мне кажется, знакомство с продуктом Арифлэм сразу ассоциации – это тушь 5 в 1. Сейчас она стоит 199 рублей. Обычно такую акцию делают один раз в год на Новый год, и все скупают ее реально. Часто вы спрашиваете, какая любимая тушь у меня. Нет, это не будет 5 в 1. И сейчас я восхищена вот этой новиночкой, тушью, которая будет даже не знаю когда, ну точно даже до пятого каталога ее не будет. Посмотрите, огромная щеточка, она делает офигительный объем. Разделяют ресничку, и нам ее презентовали в Австралии. Проводились исследования, подбиралось много формул, щеточек тестировалось. И эту тушь сравнивали с самой продаваемой в мире тушью. И компания думает, что она должна побить рекорд. То есть скоро у нас будет бестселлер, который побьет вот этот рекорд. Это будет реальная бомба. Поэтому ждем, может быть, шестое, может быть, седьмой каталог, может быть, осенью, но эта бомба скоро будет. Она даже не у всех есть участников конференции, кто был в Австралии. Нужно было пройти специальную экспертизу под микроскопом, посмотреть с Ничкина, сколько там был объем, изгиб, все это улучшилось. Вот. Сейчас на данный момент мне понравилось делать реснички нарощенные. Плюсы, минусы, вы сами знаете, что они шикарно красиво смотрятся, но когда они облетают, это просто кошмар. В этом случае, когда у меня осталось там три колейки, либо начинается обсыпаться, я пользуюсь вот этой тушью. И вы знаете, когда я пришла к девушке, которая наращивала мне ресницы, она говорит, а у вас они нарощенные? Да, это просто красивые реснички, ты всегда шикарно выглядишь, имеем макияжа, но когда они обсыпаются, то есть на второй-третьей неделе, это уже такой, знаете, ужас происходит, три пучка вот такие вот, да, здесь много, здесь ничего, поэтому все равно нужно подкрашивать тушью, и потихонечку вы снимаете нарощенные реснички до следующей коррекции. Но для того, чтобы прокрашивать нижние реснички, я себе взяла новиночку. Эта тушь не совсем подходит, потому что толстая щеточка, и тяжеловато прокрашивать нижний ряд. Что меня заинтриговало в этой туши? Эта тушь, которая имеет необычную щеточку, вот так вот она выглядит, это спиралька, которая прокрашивает и делает подводку для глаз. Делают визажисты классный макияж, то что они делают? Они сначала прокрашивают внутри черную линию для того, чтобы ваши ресницы казались гуще. Возможно, эту тушь я буду использовать в качестве, комбинировать. То есть сначала делаю прикорневой объем. Видите, у меня тоже здесь есть объем, поэтому продукты для объема волос я использую одни, а укладочные средства другие. И вот прикорневой объем поможет создать эта тушь, которая коснется контура ваших ресничек, и она прокрасит линию. И давайте вместе с вами посмотрим, как она прокрасит нижний контур. Из-за того, что она имеет неровную форму, она касается непосредственно кожи. И кожа прокрашивается. Так, далее мы протягиваем всю длину. У меня достаточно длинные нижние реснички. Подчеркнутая нижняя линия. Такой вот, знаете, тушевочный вариант, как будто мы делали тени. То есть мы получаем мягкий теневой эффект, как подводки, при помощи того, что щеточка прокрашивает еще и кожу. Так выглядит щеточка, и вот эти спиральки прокрашивают нам кожу. Не могу сказать, как она будет работать для верхних ресничек. Для меня это тушь для прикорневого объема и для прокрашивания нижних, маленьких, коротеньких ресничек. На следующей страничке у нас представлена помада. Помада, ультракремовая помада 5 в 1. И это мой фаворит 2-3 месяцев. Я не помню, когда появилась эта помада The One. Раньше мне, вот в последнее время, мне помада The One 5 в 1 не нравилась. Какой-то запах, текстура нет. Нет, я была поклонницей серии помад, матовых помад Giordani Gold. Но когда вышли вот эти две помады, и я скупила, как всегда, все пробники, я настолько влюбилась вот в эти два оттенка, что вот постоянно красила-красила. Может быть, не совсем под это платье подходит помада, но это мой must-have. Это моя любимейшая помада. Оттенок называется пыльная роза. И редко встретишь в Reflame такие холодные, пудровые помады. Потому что компания Reflame все-таки шведская, шведская красота. Все-таки 50 оттенков розового, красного все-таки идет туда. Но чтобы быть современной в тренде, вот почему-то хочется вот такой грязно-розовый оттенок. И мне безумно-безумно нравится. Вот это мой любимец. Поэтому сколько бы у меня сейчас не было помад, когда, если быстро собирать, все, я беру эту помаду. Сама помада по себе немножечко темноватая. И для того, чтобы создать эффект объема, сделать мои губы совершенными, я использую вот такую вот жидкую помаду Giordani. Но как самостоятельный продукт, она не совсем мне не то, что понравилась. Ее все время использую в качестве осветления. Как самостоятельный продукт я редко ей пользуюсь. Чего-то мне не хватает. Плотности, объема. И поэтому всегда-всегда ей пользуюсь и делаю, немножко осветляю объем губ. Чуть-чуть, на любую помаду всегда наношу вот этот оттенок на середину губы. И помада по-другому играет. Я люблю ее. Это уже вторая или третья, третья моя помада. Ее я буду покупать и покупать, пока не выйдет с производства. Так же, как и этот оттенок, это тот базовый нюд, который должен быть у всех. У кого-то он более теплый, у кого-то более холодный. Следующие странички это помада Giordani. Прежде всего, это антивозрастная помада, приятная. Для меня это печенька Oreo и две матовых помады, в которых у меня было нцать штук. Сбилось со счету ближе к десяти каждого оттенка. Когда сейчас я искала вот эту помаду, у меня в косметичке попалось три таких помады, скрашенных наполовину. Потому что у меня они летом в каждой косметичке розовый оттенок. И давайте я вам покажу, как они выглядят. Мои самые-самые любимые помады, которые чаще всего пользуюсь. Итак, это насыщенный ягодный пыльная роза серии Giordani матовая. Холодный нюд антивозрастная Giordani. И вот эти две-две помады серии The One. Два оттенка пыльная роза и цветущий клевер. Это мои фавориты. Синок, много ароматов, много скидок. И здесь, конечно же, нужно выбирать каждому свое то направление аромата, которое нравится. Потому что когда-то я была влюблена в Дивайн. У меня какая-то своя история с этим ароматом. Эклама, он по фа. Сразу вспоминаю банкет директоров. Когда-то пользу The Secret. Здесь нужно реально смотреть, что нравится по сезону. Компания делает разноплановые ароматы. Об этом говорила. Так, и мы переходим к страничке Элео. Здесь будут петь дифирамбы. Постоянно рассказываю в обзорах. Каждый раз после мытья волос, чтобы их расчесать себе и дочери, я использую масло Элео для кончиков. После него волосы хорошо расчесываются. Кончики меньше секутся. Это мое любимейшее масло. Всегда про запас есть несколько флаконов. Также это масло я дарю моим друзьям, родственникам, потому что я влюблена в эту серию, и она хорошо работает. Ну а шампунь-кондиционер я использую не каждый раз. Это где-то чередует на второе, на третье, на четвертое мытье. И использую больше как салонную процедуру. Пролистав несколько страниц, сделала закладку на гелевой подводке Джордани Голд. Это подводка, без которой практически не обходится мой макияж. Ее использую чуть больше года. Хотя срок годности на упаковке написано 6 месяцев. Почему? Потому что она реально подсыхает. Но я вам говорила лайфхак. Это когда вы используете спрей для фиксации макияжа, побрызгали сюда, разводите эффект хороший. То есть срок годности из-за того, что она подсыхает. Но видите, я уже дотронулась до донышка этой подводки. На 50-й странице я вижу мой любимейший продукт, который идет со скидкой. Это стойкий консилер. И этот продукт, который я использую практически каждый день. За исключением того времени, когда я реально не выхожу из дома. Потому что у меня правило, как и все нормальные люди, когда ты выходишь на улицу, ты надеваешь какую-то одежду. Если это прохлада, какая-то либо шапка, либо куртка, но что-то защиту. Защита для лица – это прежде всего дневной крем с SPF. И также защита дополнительно – это тональный крем. Кроме того, что он матирует, увлажняет, защищает вашу кожу, делает ее визуально моложе на несколько лет. Мои фавориты – это обязательно вот этот консилер. Из всех консилеров Ariflame я выбираю вот этот. Этот консилер для меня идеален. Он классно перекрывает темные круги. Если, конечно, у меня жуть-жуть, а у меня всегда темные круги под глазами, я добавляю еще вот сюда более плотного консилера. Но под веки – это мой самый-самый крутой, любимейший продукт. Когда я еду на какую-то конференцию, на какие-то мероприятия, съемки, первое, что я делаю – у ребенка, либо у меня, я проверяю, взяла ли я консилер. Да, тональные крема могут быть красные, но консилер должен быть всегда в косметичке, чтобы перекрыть. Так вы визуально убираете себе минус 5 лет. Рейтинг тональных кремов. Мой самый любимейший тональный крем – антивозрастная тональная основа Джордани. И она стоит со скидкой всего 399 рублей. Это реально очень-очень крутая цена. Самые крутые топовые визажисты говорят, что тональный крем сравнивают с премиальной линейкой тонирующих средств. Говорят, что мы от Reflame такого не ожидали. Ну, вы сами понимаете, что премиальные линейки, премиальные бренды реально стоят намного дороже. Там больше ухаживающих компонентов, разных средств. Кстати, да, я скажу, раз уж пошел такой вопрос. После того, как провела прямой эфир, мне девушка в личку написала в Инстаграме вопрос. Ирина, а на съемках тебя реально красили косметикой Reflame? Или же я видела, на столе стоят другие продукты? Ребят, давайте с вами разберемся. Вот это продукт, это тональный крем, которым можно пользоваться ежедневно. Тем, чем красили меня, мне создавали базу, грим. Эта косметика не подходит для того, чтобы вы ее носили днем. Почему? В вашей жизни на вас светят 10 ламп в течение 6 или 8 часов. Нет. Мне делают тонирование лица при помощи аэрографа. Распыляли полностью и носили тончайший слой. Потому что чем толще слой, тем больше он потом понесет за собой выделение сального блеска жирно. Мы не даже прорабатывали ноздри. Все, все, все. Закрывали полностью. Делали маску тончайшим слоем. И чтобы была вот реальная защита. Вот запечатано все было настолько сильно, чтобы через 2, 3, 5 или 8 часов съемок при сильном освещении у вас не было сильного сального блеска. А в вашей реальной жизни вам нужна такая защита? Вам нужна такая плотная пленка? Я думаю, нет. Это подходит для фотосессии, для съемок. Ну а для ежедневного применения, чтобы у вас были ухаживающие компоненты. И чтобы ваша кожа дышала, чувствовала себя комфортно. Но не было эффекта маски. И это, конечно же, вот такая тональная основа. И второе, третье место. Это за один месяц. Представляете, за один месяц. Такая вот новиночка АЗ. Реально влюбилась. Уже заюзанный. Такой вот весь. Но это более легкий вариант. Более плотная на сене. Эта тональная основа больше ухаживающая. Но вот как-то вот сейчас вот мои фотофавориты. В комментариях мне девушка написала, что Ирин, а как у тебя тональный крем? Вот этот, потому что для моей жирной кожи он жирнит. Опять же таки, при помощи чего вы наносите? Я наношу его при помощи влажного спонжа. Наношу тонкий-тонкий слой. Тогда эффект более легкий. И у меня нету жирного блеска. Сейчас на мне вот такая тональная основа. И как она выглядит. Перекрывает часть моей пигментации. Веснушки, темные круги, звездочки. Все очень-очень круто. Люблю бесконечно. Пришло время аксессуаров. Наверняка вы заметили мое жерелье. Может быть не совсем оно подходит по стилю. Мне хотелось показать его эффект. И наверняка я бы не заметила его в каталоге. Оно выглядит вот так. Если бы я не увидела его на съемках, когда мне одели под фиолетовое платье. Реально, я влюбилась. Я вообще все люблю. С металлом сейчас мне нравится. Давайте посмотрим поближе. Будет очень-очень круто, стильно смотреться. Вы еще неоднократно увидите на съемках, на фотографиях именно вот этот лук с этим ожерельем. Следующее это повязка ободок с листиками. Завязывается на бантик. Пудровая ленточка. И это второе ожерелье, которое также у меня было на съемках. Мне оно понравилось. И важно, если ярко ожерелье, не одевайте серьги. Потому что это будет too much. Слишком много. То есть делайте акцент на одном. Не знаю, под это платье не совсем смотрится. Потому что кружево, что-то много всего. Поэтому изначально я не одевала и реально не хочется переодеваться. Просто хочется показать, как оно выглядит. Но оно хорошо сочетается с украшениями, которые вы найдете на следующих страничках. Кстати, оно стоит 449 рублей. Его можно использовать как повязка. На голову. Вот такой вот. Набор металлических браслетов на следующей страничке. Как это выглядит? Браслет, который разбирается. И вы можете его использовать как просто. Вот такой, да? Бочеркнуть такой вот стиль какой-то. Придумать себе несколько каких-то браслетов. То есть комбинировать. Также можно использовать отдельно такой браслет. Вот. Просто тоненький. Например, как сейчас, чтобы не было перебора. Вы хотите делать только одну золотую гамму. Вы можете использовать вот такой браслет. Кстати, по-моему, его мне одевали на съемки один. И то, что мне очень понравилось, это коллекция с натуральным камнем розовый кварц. 499 рублей. 500 рублей. Что еще мне нравится? Регулируется колечко под любой размер. И оно хорошо сочетается с обручальным кольцом. Плюс оттенок золота в одной гамме. Мне не нравится, когда там розовое золото, какое-то другое. Оно выглядит великолепно. Красиво, свежо, полетнее. Вот, мне кажется, такое колечко подойдет большому количеству людей. И это натуральный розовый кварц. Покажу вам поближе, как выглядит украшение. Колечко. И браслет. Сумка в стиле боулинг. Меня заинтриговала. И вот этот ремень вы можете купить отдельно. Однозначно, я им пользоваться не буду. И, честно говоря, я думаю, что он входит в комплекте. Думаю, ну все, точно вот этот ремень у меня проваляется. Ну, хорошо, что его разделили. Что он выглядит по-другому. Сумка моему мужу не понравилась. Какая-то фигняк. Такая какая-то дешевка. Смотрится некрасиво. И, кроме того, он не видел, чтобы я ходила в такой гамме. Чтобы ее использовала. Потому что, да, она круто подойдет по типу осени. Она носится непосредственно как на плечо. Вот так. Да. И за ручки. Внутри мы видим непонятный какой-то кармашек. С такой вот прокладочной тканью. Реально мне не понравился. Может быть, конечно, вам, когда нужно что-то, будет туда спрятать. И важно закрыть. Да. Может быть, ключи, что-то. Чтобы не валялось в сумке. Да. Потому что здесь нету подкладочной ткани. Означает, что не к чему крепить. Кармашек вшили непосредственно вот в этот шов. Я ее взяла с 50% скидкой. Она мне обошлась около 900 рублей. Ну вот за такую сумму реально можно ее приобрести. А вот теперь посмотрите, как сочетается эта сумка. Если я одену куртку. Сочетается к цвету. И внизу, если бы у меня были горчичные штаны или горчичная юбка. Горчичный цвет сейчас вот тренд-тренд. Когда мы делали обзор каталога, делали обзор новинок. Мне примеряли несколько комплектов одежды с горчичным цветом, с горчичным низом. Многие из вас голосовали и были в восторге. Поэтому, если у меня будет юбка, штаны вот такого крутого, модного, самого трендового оттенка, то это будет смотреться реально круто и реально дорого. Поближе показать вам сумку, как она выглядит. Замочек, молния. Сумку, которая мне пришла по акции рекрутинговой компании за трех новичков, которые разместили заказы на 100 бонус баллов, она пришла мне бесплатно. Также приобрела 6 пакетиков для подарков. А теперь перейдем к самому моему любимому мужскому аромату. Это Giordani Gold Man. Это запах Армании. Это запах крутого, дорогого мужчины. Такого секси, который вот стильный. Итальянец. Стильный итальянец. Хотела вам показать этот аромат, а он, оказывается, у мужа закончился. В общем, как-то так. Я все себе покупаю, покупаю. Несколько дарила ему ароматов. Плюс еще на 23 февраля его ждет вот такой аромат Burned Offline с пометочкой Sydney 2019. Но этот аромат я обязательно ему приобрету. Сейчас он со скидкой 999 рублей. Это больше, чем 50%. Я регулярно его заказываю с акции, когда идет в каталоге, либо 50%. Но сейчас он даже по акции круче. Также обязательно рекомендую серию мужского ухода на Вейдж. Прошел уже год, и до сих пор муж пользуется. Он говорит, уже практически серия заканчивается. Наверное, буду сейчас потихонечку собирать. То, от чего я реально сейчас получаю кайф, это новый матирующий гель очищения. Я достаю, чтобы сразу обо всех флакончиках поговорить. Также это, сугубо, мое мнение, ни в коем случае не должно быть табу. Еще раз. У меня комбинированная, даже можно сказать, жирная кожа. И вот этот гель, он реально очищает до скрипа. Это крутейший продукт. Когда компания выпустила в серии на Вейдж такое очищающее средство, честно скажу, мне этот продукт не понравился. Тем, что это больше молочко. А молочко я не люблю, это для меня некомфортная текстура. Да, он очищает, убирает, но все равно ощущение, что остался макияж. Остались частично румяна, тональный крем. Для меня это средство не до конца очищает кожу. Но оно шикарно подходит для девушек, у кого сухая кожа, обезвоженная кожа. И вы знаете, сейчас существует тренд. Если раньше дайте мне, пожалуйста, фэри для того, чтобы все со скрипом очистилось, это не тоже есть хорошо, потому что тем самым мы убиваем полезные бактерии. А сейчас идет наоборот тренд. Минимально щадящее идет очищение. Наоборот, кожу питают пребиотиками для того, чтобы бактерии, полезные бактерии, они размножались, полезные, комфортно ощущали себя. Полезные бактерии, они делают нам защиту от той же самой пигментации. Они увлажняют нашу кожу. Это естественный природный защитный барьер, который придумала матушка природа. И когда мы очищаем более жесткими средствами, то мы можем повредить, убрать защитный слой, убрать этих бактерий. Поэтому даже есть серия, вот новая серия появляется, Novage, она с пребиотиками. О ней рассказывала подробнее. Ну, сейчас еще расскажу. Вот, поэтому выбирать, конечно, вам. Знаете, вот здесь, да, типа плюс, что очищение тоника не надо. Когда вы используете несколько месяцев тоника не надо, когда потом вы берете в комплекте, вы умываете лицо и забываете, что вам нужно пользоваться тоником. А тоник, ой-ой-ой, тоник увеличивает эффективность следующих срез как минимум в два раза. Я на следующий раз, в следующий раз я более подробно расскажу. У нас были съемки в Москве, как раз-таки о трех фишках тоника, чтобы вы окончательно понимали, насколько важен этот продукт. И в следующем каталоге у нас запустится вот такая вот новиночка. Это очищение и тонизирование для кожи склонной к пигментации. Он больше осветляющий. Помните, у нас с вами в этой серии было средство, оно пенилось, оно такое восхитительное, было вот реально крутое, и это был один из самых любимых продуктов. Такое же ли это средство? Нет. Это другая формула. И эта формула, оно, давайте я вам покажу. Вот, эта формула напоминает больше молочко. А эта формула, видите, такой прозрачный гель, разная текстура. Но это средство пенится, делает пеночку так же, как и это средство. Это больше до скрипа идет, это более смягчающее. И это средство идет с эффектом отбеливания. Я пошла в ванну. После очищения мы приступаем к следующим процедурам. Это крем вокруг глаз, сыворотка, дневной или ночной крем. И ура! У нас запустилась невероятно крутейшая, бомбическая серия Novage Oracle Power. Такого еще не было. Во-первых, эта серия идет для девочек после 30 лет. Не после 35, как до этого была серия. После 30. Здесь содержатся мега крутейшие продукты. Я об этом рассказывала в прошлом видео, сейчас подробнее. Экологен Oracle Power. Это серия, где эффект, видимый, улучшение разглаживания морщин на 49% через 20 минут. Здесь принципиально нового и уникального в этой серии. Это низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Из-за того, что здесь стволовые клетки растений, они стимулируют выработку фибробластов, которые находятся в глубоких слоях кожи. Запатентованная трибиптехнология, запатентованные стволовые клетки растений и дельвейса. Очень-очень крутой состав. Держится морской пребиотик, излеченный из морских микроорганизмов. В лице проживает очень много микроорганизмов. Им нужен корм. И вот этот вот корм для микроорганизмов, это и есть пребиотики. Сейчас самое крутое направление идет изучение микробиома кожи, воздействия пребиотиков на кожу. То есть, это такой вот бум идет, исследование. То есть, это вот то ноу-хау, которое сейчас в ближайшие 5-10 лет выстрелит. А в компании Reflame это уже есть, уже есть пребиотики. Мои впечатления. Классная серия. Эффект хороший. Увлажненная кожа. Помимо этого, я заметила, что моя кожа чистая. И если у меня постоянное высыпание на продукты питания, я поела что-то острое, не дай бог съела хотя бы одну чипсину, там кириешку, все, на следующий день у меня эффект, у меня все лицо обсыпано. Сейчас я ела рыбу, копченую, еще что-то, перелеты, Москва. И у меня кожа осталась чистой. Я не знаю, как эта серия работает. Для меня она потрясающая. Что я заменила в этой серии, так это очищение и тонизирование взяла из серии для жирно-комбинированной кожи. Ну, я вам сказала. Это мое личное впечатление. Это мое личное мнение. И, конечно же, помним, то, как мы ухаживаем за кожей сейчас, мы получим результат через 5 лет. И то, как я ухаживала за кожей 5 лет назад, я результат получаю сейчас. Я сейчас получаю комплименты. Мне нравится, как я сейчас выгляжу. Мне нравится получать комплименты, что «Ирина, ты с каждым годом все становишься крашей, крашей, лучше, лучше, ты расцветаешь. Не стареешь, не превращаешься в бабку, а шикарно расцветаешь. Мне приятно, мне нравится совершенствоваться, мне нравится что-то новое творить. И не наоборот стареть, а действительно расцветать. Потому что ухоженная женщина, она красива в любом возрасте. В любом. А у возраста женщины у нас также выдают еще и руки. Мне посчастливилось, и пока у меня нету пигментации на руках. Но очень часто у женщин появляется пигментация, гиперпигментация. Особенно если у них есть огороды, они смывают защиту кожи. И вот пигментация – это реальная проблема. И у нас появляется новинка SPF 25, интенсивный антивозрастной крем для рук против пигментации. Не знаю, как будет работать этот продукт. Если вы пробовали, прошу, напишите в комментариях ваши отзывы. И приятный бонус, заказываю серию Novage, вы получаете этот крем в подарок. Обязательно рекомендую попробовать новинку серию Novage и коллаген. Обязательно почитайте в каталоге, изучите эту серию. Отзывы потрясающие. Эффект бомбический. Это реально стоит таких денег. И, честно говоря, такие серии премиального сегмента стоят на рынке гораздо дороже. Есть у нас продукция SPF 50 дневной крем. В Австралии это был самый крутой мастхэв. Видите, какая упаковка уже в тональном креме, в чем только нет. И Австралия, Сиднея это страна, где открыта зоновая дыра. И там все крема используют от SPF 50 и выше. То есть в России как-то, ну не знаю, там 50 это считается в принципе достаточно хорошо. И поэтому этот крем у нас был вот просто и на лицо, и на плечи, и все. Это у меня вторая упаковка была, потому что реально не хватало защиты. И впервые, впервые, ну как-то я очень торопилась, я не нанесла защиту на руки. Реально через несколько дней я приехала домой, и у меня рука, я ее вот слоями-слоями кожу снимала. Никогда такого не было. И если вы готовитесь к отпуску, уже сейчас вы можете запастись вот таким кремом SPF, потому что когда мы летом едем, нам деньги нужны для того, чтобы гулять. Вчера мне позвонил знакомый, говорит, Ирина, что у тебя есть максимальной защиты от солнца? Я еду в жаркую страну. Я тут же полетела, начала листать каталог, что есть, что есть. Ну понятно, солнцезащитного еще нет, рано. Я помню, что есть это с SPF, я говорю, да, что он, ну ладно, ты куда едешь, в Тунис. Ну ничего, там в Тунисе обязательно что-то будет. А когда ты летишь? Она говорит, в июне. В июне? В июне? Так мы же еще 300 раз можем с тобой заказать. Я говорю, зачем так рано? Сначала мне показалось, зачем, да, но потом немножко подумать. Ну действительно, когда мы летим в отпуск, как правило, у нас появляются еще эти и эти дополнительные какие-то расходы, плюс, естественно, мы там живем, гуляем на отпуске. И, конечно же, когда у вас есть вот такие вот запасы продукты, вы складываете свою косметичку к отпуску, да, затариваетесь с максимальными скидочками. У вас как бы такие расходы, они более планомерные. Следующая страничка. Это, да, это не супер-пупер скидка, но это соус. Палочка-выручалочка. И куда бы я ни ездила, вместо ночного крема я беру себе вот такую вот масочку. Это, понимаете, вот если вы не пробовали эту маску, значит, вы вообще не знаете, что такое Арифлэм и уход за лицом. Это такой бомбический продукт. Когда вы наносите, даже если у вас были безумные перелеты, бессонные ночи, не знаю, что произошло с вами, какой у вас счастливый был день. И когда вы встаете утром, обычно, ну, кожа, ну, когда вы еще не девочка, ну, не очень. Но когда я использую вот эту вот масочку, происходит какое-то чудо. Вы ее наносите плотным слоем. Через несколько, пару минут она высыхает до состояния обычного крема. И вы поймете, что эта маска только когда начнете на следующее утро ее смывать. И вы смываете, смываете, и вы уже чувствуете, сколько, да когда же она закончится. Но кожа, ну, кожа просто восхитительно. Любимейший продукт не только для меня, но и для моего мужа. Мужа? Почему? Потому что летом эта маска его спасает. Потому что он, как краснорожий индейец, на солнце, тем более Краснодар, он сразу становился красным. Эта краснота вообще не сходила. Ну, не говоря о том, что мы поедем на море, начинаем там загорать, он сразу становился красным. И эта маска, я уже говорила неоднократно, он ее наносил на ночь, и все. Вот эта краснота, все пятна на руках, на шее, на лице, они тут же мгновенно проходили. Это бомбический продукт с гиалуроновой кислотой. И если вы думаете, какой же сделать подарок самому любимому человеку, девушке, маме, любой женщине, сделайте вот этот подарок. И я знаю, что благодарность будет космическая. Следующая новиночка – это подарочный набор. Крем для рук и мыло. Всего 139 рублей. Я взяла 6 наборов. Почему? 8 марта – подарки учителям, тренеру, ну, в общем, вот так, маме. Вот это такой вот расходник, который обязательно всегда важно держать дома. Потому что куда-то пошли, какой-то праздник, маленький презентик – 139 рублей. И сейчас на такую цену можно купить полторы шоколадки, по-моему. Правда же? Когда я делала себе заказ уже много лет, это практически покупки только для себя любимые. Но в прошлом каталоге я делала до заказа. Мне заказали 15 комплектов для мальчиков. Это гель для душа и мыло. И мне заказали вот такую мимимишную мелоту для девочек. Это 5 туалетных водичек. Микки Маус и гель для душа шампунь. Такие вкусненькие. Малинка, конфетка. Очень-очень приятно. Ну, а следующий блок продуктов – то, что я заказываю на протяжении многих-многих лет. Кто догадался, что это? Если вы догадались, то молодцы! Думаю, что в рекламе не нуждаются витаминки. Обязательно для дочери. Мне важен её иммунитет. И я накосячила. И я накосячила. Начинается весна, сезон, когда многие садятся на диеты. Даже во многих религиях мира идёт диета. Не диета, а как называется? Пост. Пост. Мой муж, не я. Решил попаститься. У него мама и отец уже много лет соблюдают пост. Мама для религии. Отец больше для того, чтобы оздоровить свой организм. И это реально, это реально круто, полезно. Не зря практически во всех религиях мира существует пост. Для того, чтобы очиститься от мяса, от всей вот этой вот гадости. И идеально подойдёт. Не содержит никаких животных, каких-то молочных жиров. Это вот такой супчик. Сейчас муж садится на супчик, он говорит, обязательно не забудь мне заказать. У меня уже был этот продукт, обязательно. Это для него. Но я, как настоящая Маруся, забыла заказать ещё и коктейль себе. У нас в среднем уходит полторы-две пачки. И я помню, что, я вот точно помню, что у меня было две пачки. И я сейчас открываю, я смотрю, у меня нет этих пачек. То ли я маме отдала, то ли закончилось средство. И я даже не знаю, у меня немножечко осталось. Буквально полупаковки пересыпано в шейкер. Я настолько привыкла, каждое утро мы пьём коктейли. То есть, это, вы знаете, процедура, когда вы почистили зубы, такая же, так же, как и каждое утро я пью кофе, каждое утро я пью коктейль. Как правило, это коктейль с молочным, с бананом. Отдельно сегодня затрону вопрос про детские витамины. Весна, а витаминоз, детки часто болеют. Вы знаете, по средним стандартам детишки должны ежедневно употреблять 400 граммов овощей и фруктов. Ну, моя в лучшем случае, не знаю, как ваша, может быть, едает одно яблочко, бананчик. И три раза в неделю употреблять рыбу жирных сортов. Моя точно, если один раз в неделю мы покушаем рыбку, так, чуть-чуть, и всё. Причём солёненькую, может быть, камбалу, а всё остальное. Откуда ваш ребёнок будет получать макро- и микронутриенты? А потом ещё спрашивайте, удивляйтесь, почему у него такой плохой иммунитет. Поэтому во всех своих заказах пролистаете несколько лет туда-обратно, вы увидите этот продукт. Хотела вас немножечко подразнить новиночками, которые будут в следующем каталоге. Очень важно, когда вы используете помаду холодного оттенка, то и румяна должны быть с холодным потоном. Я очень-очень долго ждала, когда же будут вот такие розовенькие румяшки, потому что те оттенки у нас какие-то больше кирпичные, бордовые. Ещё в следующем каталоге у нас добавляется пять оттенков. Покажу в следующий раз. Также в следующем обзоре расскажу подробнее о волшебстве. Вуаля, и гель превращается в мус. Вы думаете, это всё? Нет, нет. Когда вы начинаете его использовать, вот эта пена, её становится столько много, что этой пены вам хватает, этой пены вам хватает, вы будете все в этой пене. Мы когда делали съёмки, мы реально, мы, наверное, трижды перезаписывали видео, чтобы показать, как пена эта работает. А какой это крутой запах. Морской бриз, солёный аромат. Я в следующем каталоге расскажу. Пошла опять в ванну. Где у меня ещё чистый палец? Ну вот так вот. Ну ё-моё, как я отключу? Милые женщины, дамы, девчонки, поздравляю вас с наступающим 8 марта. Будьте красивы, любимы, счастливы. Успехов вам. До скорых встреч.